Девушка, вы мне подскажете, а Любовина в больнице? Не знаю, не видела. Сейчас, секунду, подожди. Девушка, девушка, ну скажите, где его искать? Мы с ним вот так договаривались, уже не схватки, а он почему-то трубку не берет. Трубку не берет, а схватки давно начались? Где-то часа два назад. Привет, Глаз. Здравствуйте. Ну, давайте так, оформляйтесь пока на ресепшене, а я уточню. Спасибо. Доброе утро, девочки. Ой, здравствуйте, Елизавета Наревна. А вот уже так рано сегодня? Почему рано? Да, правда, рановато, а почему тоже? Да, Платон Ильич сегодня не сядет, не заря. Спасибо. 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 Проходите, пожалуйста. Спасибо. Осторожно. Осторожно. Держусь. Добрый день. Андрей Васильевич, добрый день. Здравствуйте. Мы тут Любовину не можем дозвониться. Ну, сейчас на операции. Можно вас на минутку? Да, да, конечно. Родная. Я сейчас. Схватки частые? Не беспокойтесь. Я сама медсестра. В детской поликлинике работаю. Правда, сейчас в декрете. А что же вы с Любовиным договаривались о родах? Он же репродуктолог? Мы у него год лечились. У меня проблемы с эндометрием были. Год не могла забеременеть. Он же такой хороший, добрый, отзывчивый. Всегда и пошутит, и посоветует. Мне страшно ребенка доверить. Ну, да. Мне страшно. Ну, что? Ты правда подумала, что я могу уехать? Утро когда-то ушло. Я по ней никак не мог. Со мной это или нет? Давай. Доброе утро. Доброе. Не опаздывайте, пожалуйста, на пятиминутку. Конечно. Отчего это оно? Вы же вроде как никогда не опаздываете. Не знаю. Погода меняется. Может давление? Может. Андрюш, ну что ты тут сидеть будешь? Поезжай на работу. Здрасте. Ну, что за глупость? Мы же договорились вместе рожать. Да. Ну, просто роды зрелище не для слабонервных. Я, значит, слабонервных, да? Нет. Ну, я просто не хочу, чтобы ты меня видел такой. Ну, страшно. Ну, что за глупость. Я же тебя любой люблю. Дыши, дыши, дыши. Слушай, пойди тогда лучше любая поищу. Я уже все узнал. Не волнуйся. Он скоро будет. Дыши, дыши, дыши. Марина Станиславовна, женская консультация, равна как и поликлиника, находится при областной больнице. Предлог «при» вам здесь понятен? Это значит, что как самостоятельное лечебное заведение, оно не рассматривается. О чем вообще спич, Елизавета Юрьевна, я не пойму. Никто не объявлял об автономности женской консультации. Да, а кто позволил вам нанимать на работу психолога, юриста, делать их услуги платными, организовывать расширение дневного стационара за счет областной больницы, нанимать ремонтные бригады. У вас что, лицензия на частную деятельность? Во-первых, не делается ничего такого, что было бы во вред больнице. Во-вторых, все, что делается сейчас, существует на уровне протоколов и намерениях. Да, ведутся переговоры с инвесторами, с модрядчиками, ведутся переговоры с магазинами, которые поставляют медицинскую технику. Но ведь ничего не делается без согласования с облздравом. Почему именно облздрав? Здесь непонятно. Это же демонстративный прыжок через голову ночмеда. Ой, это вы говорите, Максим Викторович? Да. Вы, человек, который создал свою частную клинику и перетягивает туда врачей и пациентов. Вы не забыли посоветоваться с ночмедом? Вы знаете, нет. Если уж на то пошло, Марина Станиславовна, то моя клиника существует при кафедре гинекологии Медицинского университета. А то, что я пригласил Вадима Родионовича помочь, так сказать, наладить работу отделения репродуктологии, то это никак не отразится на его основной деятельности. Безусловно. А вот чем вызвано ваше негативное отношение ко всем нам, вот это вот непонятно. А я вам объясню, Максим Викторович. Вот если можно. Марина Станиславовна решила продемонстрировать свои организаторские способности, будучи уверенной, что местная ночмеда предназначена для нее. Так вот, я хочу вам сообщить, что слухи о моем отъезде сильно преувеличены. И пока я здесь работаю ночмедом, вся больница будет функционировать как единый здоровый организм. Вот и хорошо. Вот и ладно. И если вопросов больше нет, то давайте работать мы и так задержать. Владимир Ильич, задержись, пожалуйста, на меня. Так, Люсенька, тушьтесь, тушьтесь. А я не могу больше, сил нет больше. Хорошо, хорошо, хорошо. Все, все, терпим, терпим, тушимся, тушимся. Давайте кесарево. Кесарево делать уже поздно. Ребенок идет по родовым путям. Все, так что сами тушимся, тушимся. Отлично, дышать не забываем. Еще чуть-чуть. Да, 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 да. Сил нет. Хорошо, любимая. Так, строй, окситоцин 5. Так, 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 хорошо, хорошо. Андрей, извините, не надо тебя тупить. Подождите в коридоре, подождите в коридоре, от вас здесь мало толку. Так, все. Тихо, тихо, все, отдыхаем, отдыхаем. Отдыхаем, отдыхаем. Дышим, 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 дышим. Дышим, дышим. Хорошо, все, хорошо. Екатерина Сергеевна, потому что все эти обвинения абсолютно надуманные и беспочвенные. Все, что я делаю, я делаю на благо клиники. а не для себя лично. Если вы помните про окно в жизнь, то никакого окна в жизнь не было бы, если бы я не нашла финансирование. Марина Станиславовна, простите, Болгороди, у нас новость. Пойдемте ко мне, сын. Как мой сын? Слабенький очень. Забрали в реанимацию. Вся информация позже. Он жить будет? Не волнуйтесь, все обойдется. Что же это творится, чтобы ребеночка как котенка выбросил? Хорошо, хоть к нам привезти, а не на улице бросил. Остаток заметон, тяп-ляп. Похоже на домашний род. Как же вовремя у нас появилось это окно жизни. Можно потише. Елизавета Юрина в курсе? Понятия не знаю. Доложить срочно ребенка в реанимацию. Срочно. Марина Станиславовна, спасибо, что согласились дать нам это экстренное интервью. Давайте так, я вас изначально представлю зрителям, потом скажу, что у вас открылось окно жизни в клинике, и вот что именно сегодня у вас появился первый подкидыш. Вы не снимаете еще? Нет, это репетиция. Да, я тогда скажу... Я скажу, очень часто детей подкидывают к чужим домам, скверы, на помойке. И теперь, благодаря нашему окну жизни, у них появился не только шанс выжить, но и получить квалифицированную медицинскую помощь. Отлично. Ой, Катюха! Дядя Федор, здравствуйте. Ох, как я рад, что я тебя увидел. А то я тут опять заплутал. Ух ты! Ну, дай-ка я тебя обойму, да расцелом. Ты моя красавица! Ах, вы знаете, Андрей Олегович, не пришел. Да? Да, 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 да сейчас бегу уже, подожди. Сейчас иду. Да и лучше скажи, когда с вами будет сыраем. Дядь Федор, я вам... Не боись, дядя Федор, не обидит. Вы что-то путаете, наверное, без... Слушай, я тут приехал на базар купить продайку и чего. Да и к вот вам заскочил. И к вам тоже притаскал всякого. Ты лучше скажи, куда отнести, а то, чтобы я опять не заблудился. Ну? Ну? Чего ждем? Пойдемте. Появился сосательный рефлекс. Хватательный пока слабый и тонус мышц еще низкий. Но я думаю, что все будет в порядке. Как малыш. Хорошо. Он совсем лудо. Что вы от меня скрываете? С чего вы взяли? Безусловно, ребенок ослаблен затяжными родами, но серьезных патологий мы не наблюдаем. Как это не наблюдаете? Он же дышит еле-еле. Не нервничайте вы так. Но ему просто нужно время, чтобы восстановиться. Да. Не нервничайте. Я у себя в поликлинике на детей с родовыми травмами насмотрелась. ДЦПшники с задержкой в развитии не ходят в три года. То есть потому, что в роддоме внимания не обратили. Лечение вовремя не начали. У нас пять лет назад сын при родах погиб. И Лена с тех пор детей иметь не может. Сочувствую. Но мы уже смирились, Елизавета Юрьевна. Мы много путешествуем. Митя участвует в фестивалях бардовской песни. А Лена из бисера такие картины делает. Вы б видели. Но, понимаете, все равно внутри ноет. Ведь семья без детей вроде бы как и не семья. И вот мы вчера, как увидели репортаж о вашем подкидыше. Репортаж? Да утра заснуть не могли. Ведь если у одних родители ребенка отнимают, а другой ребенок остается без родителей. Я так думаю, что это судьба. Мы пришли узнать, какие документы нужны для усыновления. И если можно, мальчика увидите. Да, можно. Пойдемте. Пойдемте в детское отделение. Яблочки. Андрей, ну зачем это все? Ну куда мне столько? Я не готовлю даже. Я не знаю. Это дядя Федя просил передать тебе. Тебе сейчас нужно особенно хорошо питаться. Так. А почему особенно хорошо? Ну, сейчас время года такое коварное, чтоб витаминоза не было. Добрый твой дядя Федор. И ты, Андрюха, тоже добрый. Ты с родителями своими как? Помирялась? Да мы не общаемся просто. Позвони ему. Извинись. Почему он должна извиняться? Я не виновата. Господи, Кать, виновата, не виновата. Какая разница? Это твои родители. Твоим детям нужна будет бабушка, дедушка. Ладно, я пойду. А твои родители почему не приезжают? Да. Почему не приезжать? Отец инвалид, мать города не любит, вот и не едут. А ты дяде Федору спасибо передавай. Передам. Ты витамины ешь? Я говорил и с Квитко, и с Любавиным. Они уверяют, что они анатологи в роддоме, опытные. Если бы с нашим сыном было что-то серьезное. Андрюш, я справочник почитала. И вот симптомы бы такие болезни подходят, что я вообще не знаю, чем все это закончится. Ну, что ты хочешь, чтобы я с него пойти к Ночмеду? Нет, нужно, нужно пригласить Киреева. Это кто? Николай Михайлович, лучший детский невропатолог города, светило. Ну, правда, говорит, что он очень дорого берет за консультацию. Но, Андрюш, если мы сейчас время упустим, мы же потом себе всю жизнь не простим. Что? Это же наш сын. Будет тебе, Киреева. Будет. О, Марина Станиславовна, вы еще не ушли, очень хорошо. Я пришла ругаться. Что на этот раз? Чего вы добиваетесь? В смысле? С чем вы устроили эту возню за моей спиной? Организовали репортаж на телевидении, не поставив меня в известность? Я ничего не добиваюсь. Пришли журналисты, сказали, что хотят снять материал. И что мне было делать? У нас что, запрещено говорить о брошенных детях? Так, вы не передергивайте, а брошенных детях говорить можно и нужно, но зачем это делать тайком? Ко мне с утра сегодня люди пачками приходят, телефон обрывают, а я даже не в курсе, что по телевидению был сюжет о нашем окне жизни. А между прочим, я пыталась отправить их к вам, но вы в это время уже ушли. С Зимцовым. У вас плохие отношения с не с ними, прощения? У меня, да господь с вами, молодой человек. Какие у меня с ними могут быть отношения? Мои профессиональные интересы предполагают, скорее, общение с европейскими специалистами хорошего уровня, а отнюдь не с местными и с хуапами. Болезнь Вердника-Гофмана? На основании чего вы ставите такой диагноз? Я лично не вижу никаких... Извините, коллега, я диагноз не ставлю, я его предполагаю, это во-первых. А во-вторых, то, что вы не видите тревожных симптомов, это нормально, это ведь? И ваша проблематика. Подождите, но я тоже не вижу никаких симптомов. Рефлекс ребенка восстанавливается, гипотомус, мышцы тоже в норме. Простите, а вы неонатолог или, может, все-таки невропатолог? Вообще-то я репродуктолог. Извините, коллега. Но комменс. А что это за болезнь? А, это серьезное генетическое заболевание. Спинальная мышечная атрофия первого типа. В общем так, для вас существенно, что если это не дабил подтвердиться, ребенку потребуется немедленное серьезное лечение, причем не здесь, а за рубежом в специализированной клинике. Господи. Подождите, что же вы сразу-то приговор выносите? Вы же сами сказали, что это может быть предположение. Вы поймите меня правильно. Я был бы счастлив, если бы я ошибался, но я считаю, нужен немедленный генетический тест. Ну, естественно, делать его или нет, это решать вам, с лечащим врачом. Андрей Васильевич, а вы не рановато домой собрались? Что? Это вы мне? Да нет, у меня просто здесь жена лежит, мне бы вещички передать. Кому отдать можно? Витя Игоревна, вот ключик, я сегодня домой пораньше, а то у меня родственники приехали. Вот эти? Да нет, дядя Федор с теткой. Из деревни. Я... Привет, дядя Федору. Так кому вещички отдать можно? Давайте мне. Да вы поймите, я не отговариваю вас от генетического теста, но очень надеюсь, что Кирейва ошибся. Болезнь Верника Гофмана имеет куда более серьезную симптоматику, чем у вашего сына. И, к сожалению, не лечится ни у нас, ни за рубежом. Вы хотите сказать, что вы разбираетесь в болезнях нервной системы лучше невропатолога? Я хочу сказать, что доверяю нашим постоянно практикующим неонатологам больше, чем профессору-теоретику, о котором в медицинской среде сложилось, мягко говоря, не самое лучшее мнение. Вы знаете, доктор, мы настаиваем на тест, сколько бы это ни стоило. Спасибо. Товарищ начмед, вы вообще домой собираетесь? А, Катальчик... Слушай, нет, ты езжай, я еще поработаю. Нет, не поеду. Подожду. Да ты поезжай, знаешь, сколько у меня работаю? Ты уже приготовишь мясо по-французски. А я понял. Ты только сильно не засильный усил. А то я уже скучать начинаю. Да, алло. Да, Филатова. А, кто? А, да, конечно, как договорились. Завтра с 9.30, пожалуйста, я вас жду. Счастливо. Нет, это я... А, да, вам уже счастливо. Жду. Вадим Родионович, а вы у Филипповых образец ДНК для теста взяли? И у Филипповых, и у подкидыша. А у подкидыша зачем? Для контрольного образца. Ребенок абсолютно здоров, идеально подходит. Я подумал, почему бы нет. Логично. И отправьте, пожалуйста, по срочному тарифу, чтобы Люсю зря в роддоме не держать. Хорошо? А вы домой? Да. И вам до свидания. Я его только что покормила, а он спит. Лапушка. А мы тебе даже имя придумали. Тимофей. Мы сначала думали Митрофаном назвать, что в переводе с греческого найдены матерью. Но Митя считает, что его дразнить будут. А Тимошу, по-моему, хорошо. Да. Но по характеру он как? Ой, он очень спокойный. Он спит да ест. Мечта, а не ребенок. А мы пандерсы принесли и смесь. Куда положить? Давайте мне. В конце концов, Лев Борисович, они взрослые люди. И почему мы должны скрывать такую информацию? Потому что это может разрушить их брак. Вы об этом подумали? Ух ты. Да. Позвольте. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Что показал тест? Ваш мальчик здоров, как мы и предполагали. Спасибо. Значит, ложная тревога. К счастью, да. Так, Андрей, выяснился еще один факт. Да. Мы решили обсудить это без вашей жены. Вы наверняка слышали о ребенке, которого подбросили в окно жизни. Ну да, кто же о нем не слышал, но при чем тут? Так вот, мы взяли его ДНК в качестве контрольного и выяснилось, что этот мальчик ваш сын. Что? Что за бред? Вероятность 99,9%. Оба мальчика ваши дети. Ну, этого не может быть. Это какая-то чушь. Он не может быть моим сыном. Что? Люся. Люся. Люся, погоди. Это не то, что ты думаешь. Я не о нашем Николке говорил. Сын. Да. А о ком? Да ерунда какая-то. Тест показал, что подкидыш в детском отделении тоже мой. Но ты же понимаешь, что этого не может быть. Что? Наверное, ошибка. Что ошибка, Андрюша? Это что ты женился на мне, а не на своей секретарше, да? Вот это ошибка. Люся. Твоя беспочвенная ревность. Беспочвенная? Я ж чувствовала, что она не просто так уволилась пять месяцев назад. Что? Хотели беременность от меня скрыть, да? Люся. Нет у меня, кроме тебя, никого. Нету. И не может быть. Подожди. Если дети родились в один день. Ты что, когда Николку подсаживали? Когда я с ума сходила от страха, что все опять сорвется? В один день. Ты что? Ты в это время снега. В один день. Как же я сразу не догадался. Черт. Подожди меня здесь. Я сейчас. Узвините. Скажите, а ДНК однояйцевых близнецов совпадают? Совпадают. Но это уже не ваш случай. Нет. Это как раз мой случай. У меня же есть брат-близнец Антон. Это, наверное, его сын. Подожди, у вас есть брат-близнец. А почему вы не сказали, когда мне собирали анамнез? Извините. Так, стоп. А почему вы уверены, что это именно его ребенок, а? Понимаете, у Антона всегда было много женщин. А жениться он ни на ком не собирался. По-видимому, одна из его пассий и подбросила новорожденного. А главное, он родился в один день с Николкой. У нас с Антоном много всего совпадает до мелочей. Да и эффект близнецов. Скажите, а вы могли бы пригласить его к нам? Зачем? Как зачем? В конце концов, он же должен знать, что он отец ребенка. Или на самом деле нет никакого брата, а? Есть. Есть. К сожалению. Люсь, ты спишь? Уйди. Люсь, послушай, я все понял. Это сын Антона, моего брата-близнеца. У нас ДНК совпадает, поэтому анализы и показали, что... Андрюша, у тебя что, брат-близнеца, ты мне никогда об этом не говорил? В общем, я же говорил, что у меня есть брат. Да, что он живет на Камчатке. Андрюша, ты мне что, два года врал? Прости. Мне просто неприятно любое воспоминание о нем. Я всячески пытался выбросить его из своей, из нашей с тобой жизни. Почему? Это долгая история. Я не хочу говорить. Андрюша, я никуда не спешу. Хорошо. Понимаешь, мы с ним полные антиподы. Он снаружи такой милашка-обаяшка, а внутри полный подлец. Голову задурит любому. Мне всю жизнь за него оставалось. Окно разобьет, в угол поставит меня. Двойку получит, дневник мой подсунет. А когда выросли вы? Вообще. Он же игрок. Играет в покер на деньги. Все пытается быстро разбогатеть. Сам проиграл и машину, и квартиру родителей. Ужас. А ты не пытался вытащить его из этого? Я не пытался. Что я только не делал. Долги его отдавал. На работу устраивал. Психологом водил лечить от агромании. А знаешь, как он брата отблагодарил. Пошел в банк и взял крупный кредит от моего имени. Почерк с детства умел подделывать. Люся, я в такую бездну попал. Три года я пытался выбраться из этой бездны. Три года. В самом необходимом себе отказывал, чтобы банку деньги вернуть. А он взял и все профукал на девок. И проиграл в карты. Это мой брат. Тетя Паша, рецепт, пора третить. Да, пора третить ноги поднимите. Добрый вечер. Добрый. Здрасте. Здрасте. Девушка. Да. А вы не подскажете, как мне найти доктора Любавина? Я у вас здесь первый раз боюсь заблудиться. На второй этаж, направо и направо. Я сейчас посмотрю. Нет, нет, спасибо. Я сам. Бабулечка-красотовечка. Позвольте. Прошу. Спасибо. Здрасте. Если вы хотите, мы можем еще раз сделать тест на восстановление отсутствия. Хорошо. Я вам не так верю. Присаживайтесь. Спасибо. Так, значит, я теперь молодой папаша. Забавно. Да уж, получается, что так. Как у вас здесь интересно? Ну да, стараемся. А кто мать? Понятия не имею. А что, это важно? Да, особо нет. Но понимаете, что детей просто так-то не бросают. Мало ли, может быть, что-то случилось. Может быть, ей нужна психологическая помощь. Всякое бывает. Кто же это может быть? Ниночка. Да нет, она бы попыталась бы меня на себе женить. Танечка, говорят, в Италию уехала на заработки. Верочка, месяц назад виделись, уже вот-то бы я заметил. Сонечка, узнаем. Понятно. Доктор, не буду отнимать у вас времени. Давайте сделаем так. Я всех обзвоню, а потом дам вам знать. Хорошо? До свидания. Антон, а как насчет самому забрать ребенка, а? Что, что, доктор? Я к роли отца, мягко говоря, не готов. Поймите? Понимаю. Доктор, а как насчет покера? Как догадались? Родственную душу, бедно, издалека. Я позвоню. До встречи. Андрюш, ну куда ты столько жмоб был? Я стану тебе еще малыша кормить. Ну, говори, что там обещают, когда выписывают. Послезавтра. Послезавтра. Слушай, я вчера встретила твоего брата. Где? Здесь? Да. И что? Похоже? Да. Знаешь, мы с тобой два года прожили, и я постоянно боялась, что ты меня бросишь. Ты что? Ну, подружки говорили, не может быть такой красивый мужчина, быть таким положительным. Не пьет, не гуляет, все деньги домой несет. Я все время ждала, когда откроется вот твоя другая сторона. Но вчера твоего брата встретила. И ты все поняла. Спасибо тебе. Спасибо, что ты меня такой. Я так люблю. Я люблю. Я счастлив. Что ты у меня есть. И такая, какая ты есть. Я тебя тоже очень сильно люблю. Очень сильно. Знаешь, Вадим Родионович сказал, что Антон отказался забирать своего сына. Представляешь? Я другого и не ожидал. Почтальонша Бандероль принесла, я вот расписалась. А что это тебе прислали? Ой, это же ты. Да, это я. А вот это Рита Ривкис. Профессор Рита Ривкис. А это ее отзыв о моем автореферате. И больше ничего. Это выглядит как пощечины. Плакали мои стажировки, мои командировки, Тель-Авив и прочие перспективы. Спасибо тебе, Виточка, огромное. И спасибо, что конверт принесла. Запечатанный. Я это очень ценю. Лев, ну я же извинилась. Да, я виновата. Я совершила ошибку. Сначала сделала, потом подумала. Ты теперь мне будешь до конца дней это вспоминать? Виточка, просто иди. А ты у меня очень красивый. Да. Здравствуйте, Вадим Родионович. Здравствуйте, Антон. Ну что, мамашу-то нашли? Да, какое-то. Всех своих бывших позвонил. Никто не сознается. Наверное, это плод, так сказать, случайной страсти. Понимаю вас, понимаю. Знаете, я, наверное, сам заберу сына. Вот как? Да. А почему бы? Так. Кто его знает, будут ли у меня еще дети? А тут, как ни крути, готовый наследник. Да. Подождите, прямо уж так и готовый. Тут до готовности еще далеко. Целый процесс воспитать надо. Ничего, я справлюсь. Ага. Квартиру сниму двухкомнатную, няню хорошую найму. Понимаете? А когда подрастет, научу в покер играть. Как у вас все интересно получается? Да. А я люблю решать проблемы по мере их поступления. Так что будет день, будет пища. Так, ну а работе-то ребенок не помешает? Доктор, работать от слова раб. А я сам себе хозяин. Не беспокойтесь. Я обеспечу сына. Ну и дай бог, когда забирать-то будете? Ну не знаю, пока все бытовые вопросы решу. Погребушек куплю и через недельку. Понятно. Ну как же так? Елизавета Юрьевна, мы уже почти половину документов собрали. И вещи для Тимошина купили. Ну поймите, мы ничего не можем сделать. Раз нашелся отец ребенка, то об усыновлении не может быть и речи. Да, я таки чувствовала. Если не суждено иметь детей, то как не бейся. А вы именно мальчика хотите? Да нет, какая разница? А почему вы спрашиваете? Есть другой подкидыш? Не подкидыш, отказница. Ее мама Нина Березина родила в 17 лет. А родители этой Нины настояли на том, чтобы она отказалась от ребенка. И вчера подписали документы. С ребенком какие-то проблемы? Нет, нет. Здоровая, прекрасная девочка. А они не передумают? Ну не должны. Там такая семья специфическая. Нина только закончила школу, а ее родители говорят, либо ты ребенка оставляешь в роддоме, либо живешь с ребенком, но где хочешь и на что хочешь. Я уже как-то на Тимошу настроилась. Я думаю, девочка тоже очень хорошо. Можно нам на нее... Посмотрите. Посмотрите. В общем, заходите второго, милости просите. Думаю, вы начали трех за тебя. А как там мой племяшка? Все хорошо. Антон решил его забрать. Да вы что? Как можно ему отдавать ребенка? В смысле? У него же не жизнь, а не прекращающийся бардак. Он лживый авантюрист. Угробит мальчишку. Так, успокойтесь. Во-первых, никто никого не угробит. Во-вторых, органы опеки проведут беседу, проверят место, где будет жить ребенок. Если их что-то не устроит, они никогда не отдадут ему сына. С чем вы говорите? Это же Антон. Он за пять минут убедит их, что черная, это белая и зеленая полоска. Андрей, мне кажется, вы сгущаете краски. Лично меня Антон произвел приятное впечатление. Ну, если даже на вас. Спасибо, доктор. Ну что, любимый, поехали домой. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Боялся вас не заставить. Что-то произошло? Я не могу забрать сына. Так. Обстоятельства поменялись. Так, так, подождите. Вы же сказали, что точно заберете. Тем более от мальчика уже отказались усыновители. Ну как же так? Понимаю. Выгляжу как подлец. Но ничего не могу поделать. Вот это новость. Да. Туда письмо. Так. Передайте брату Андрею. Пожалуйста. Спасибо. Так, Антон, подождите. Может, хотя бы все-таки расскажете, что произошло. Лучше вам не знать. Целее будете. Вот тебе и Ниночка. Домашняя девочка. Проявила таки характер. Жаль, что мы опять в пролете. Я за ее дочь рад. Ребенок с матерью будет расти. Вить, хватит уже об этом. Пойдем отсюда. Слушай, у меня есть идея. Нет, хватит с меня идей. И хватит с меня попыток усыновить ребенка. Неужели ты не понимаешь, что это знак? Ну, не суждено нам иметь детей. Ну, я не знаю, чем мы заслужили такое, но... Я думаю, это другой знак. Мы еще можем попытаться завести своего малыша. Митя, мне уже тридцать пять. Ну, не сто тридцать пять. Ну, давай сходим в центр репродуктологии. Ну, хотя бы спросим. Ты действительно веришь, что у нас еще что-то может получиться? Я не просто верю. Я знаю, у нас обязательно будет свой ребенок. Пошли. Пойдем. Николка все-таки болен? А с чего вы взяли? Ну, мы позвонили, сказали, надо срочно встретиться, поговорить. Вот мы и решили, жена с сыном там... А, Андрей, простите, простите, что заставил вас волноваться. Поговорить я хотел о другом. Так, куда? А, вот. Вот, это просили передать вам. Вы знаете, о чем он пишет? Догадываюсь. Черт, 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 черт! Извините. Я другого и не ожидал. Я с раннего детства за него выгребал. Но что он повесит на меня своего ребенка? Не ожидал. Так, Андрей, во-первых, успокойтесь. Во-вторых, вас никто не заставляет забирать ребенка. Вы можете отказаться. Я надеюсь, найдутся люди, которые захотят его усыновить. Мне надо подумать. Такие вопросы за пять минут не решаются. Ку-ку, Катюш, ты домой собираешься? Если да, давай быстрее, я подвезу. Нет, я не поеду, спасибо. Так, а что у нас с настроением? Ты хандрить вздумала? Нет. Я просто как-то, знаешь, не привыкла еще. К чему? Да я вот впервые подумала о том, что матери быть страшно. Страшно? Ну, да. Все говорят, там, счастье, радость, ответственность. Мне страшно. Рожать страшно и воспитать не так страшно. Вообще за него. Или за нее. Катюш, это вообще не страшно. Это вообще не страшно. Мам, извини. Алло. Да, мам, что-то случилось? А, и я соскучилась, да. Ты идешь? Мам, ну, сегодня никак не могу. Я Колю с музыкальной школы забираю. А завтра в Санкт-Петербурге, мы тебе влюбим, да. Люся. Что с Никонкой? С Никонкой все в порядке. А вы с племянником? Почитай. Андрюха, я не вправе тебя ни о чем просить. В этот раз я влип по-крупному. Сваливаю далеко и надолго. Если голову не отстрелят, может быть, когда-нибудь усвидимся. Не бросай моего пацана. Ну, я уверен, ты будешь он лучшим отцом, чем был бы я. Что ты думаешь делать? Да не пошел бы он. Всю жизнь не оставлял у меня выбора. На пакосе этого бежит, а ты, Андрюха, расхлебывай. А мальчик же ни в чем не вноват, да? Вот именно. Это же кровинка. Я отдавать его у чужие руки. Что будем делать? Андрюш, ну, Андрюш, после нашего Николкина будет драть. Да? Ну, что, мы двоих, что ли, не воспитаем? Да, Андрюша. Спасибо. Спасибо. Выдите. Алло. Говорите, я вас слушаю. Кто это? Это я. Кто? Катя. Привет, мама. Кто это? Кто это? Кто это? Субтитры создавал DimaTorzok